Дорогие мои подписчики, с вами Бронс Аллочка. Сегодня у нас 21 мая 2022 года, рано утро. Я еду в лабораторию, сдать анализ на моё состояние здоровья. И заодно я поеду сразу там рядышком. Ой, слушайте, телефон качается, у меня же сломано это. Подождите, надо что-то сделать. Ну вот, попробуем. У меня это, я же получила эту поддержку, когда для машины. У меня вылетел там этот сразу с одной стороны штырь, чуть не вебил мне глаз. И с тех пор оно качается, оно же на одном этом, на фиксаторе только стоит. Никак не выйду, видите, из дома. И потом я поеду в магазин, мне нужно докупить продукты к нашему завтрашнему празднику. Завтра у меня приезжают мои подруги со своими мужьями, со своими французами. И мы будем отмечать на моей террасе под моими розами праздник роз, который я придумала уже очень-очень много лет назад. Еще до того, как я начала делать свой ютуб. Потом у нас тут были проблемы с ковидом. То есть мы собирались у меня на террасу, но уже без такого буйного цветения роз, как сейчас у меня есть. Вот. Машина села мне на хвост, и мне это прям мешает. И мои девчонки приедут, там каждый что-то привезет немножечко. Ну, естественно, что все принципиальное, мы сами будем готовить. Вот мне не хватает там кое-чего. Погода будет очень жаркая, у нас будут дети. Несколько человек, детей, не очень таких взрослых. Поэтому для них мы откроем этот бассейн. И потом... У нас так заросли травы. Я не могу, к сожалению, переключить камеру, потому что опиенеза. Вот вам, пожалуйста. Так, так, так. Маленький камьончик пошел навстречу. Там еще сзади... Слушайте, я даже на вас сегодня не смотрю. Потому что дорога очень опасная. Надо выехать на национальную дорогу. Травы не постигли. Да, там. Сбоку ничего не видно, особенно, когда нужно выезжать. Все, я выехала. Все, я выехала, поехали. У нас очень жарко. У нас стоит... У нас 30 градусов жаре. Можете себе представить. 30. Вот. И в тени сегодня уже утро. В тени сегодня под деревом, где у нас термометр. Я вышла в 7 утра. Было уже 18 градусов. Вот. Можете себе представить, как поднимется температура к обеду. Это будет нечто. Я почему поехала в субботу? Потому что... Не могу больше это... Ивратить машину. Не могу выехать с нашего этого поселка. Машина большая, дороги узкие. Я там с тех пор, как я стрессанула, когда заблокировалась с огромной машиной. С такой, знаете, которая возит цемент. У нас там на маленьком. И все. У меня опять шок. Я говорю, мужу, меняй машину. Я ездить больше не буду. Вот. Поэтому я вот правда рассказываю, девочки. С возрастом вообще у меня шок такой. Машина наша, вот эта Audi, она уже старая. Она, по-моему, 2006 года. Но она работает как новая. Видите, какое солнце. У меня пол лица не видно. Вот кто там гуляет у нас прям по дороге. Куда вы идете, друзья мои? Так вот, хочу, чтобы муж мне поменялся вот такая машина. Он говорит, да-да, поменяем. Я говорю, слушай, ну я вообще, я все, я никуда не поеду. Для меня прям это стало большой проблемой. Выехать из дома днем, вот. В рабочее время, когда у нас такие маленькие. Вы видели, какие дорожки. Сейчас еще травы двухметровые с каждой стороны. Вообще ничего не видно. А у нас она же такая вся извилистая, эта дорожка. Там всего-то 1300 метров до национальной дороги, да? Но ее проехать, это надо жизнь прожить. У нас то какие-нибудь фуры. То еще что-нибудь. И машина большая. Я ее манипулирую. Всякие там задние скорости и так далее. Не очень. Вот, она очень длинная сзади. У нее длинный нос впереди. Я приду мне это. Будем менять машину. Ну, потому что там не совсем какая-нибудь там, это, как их называют, эти, которые такие полмашинки, да? А как же они называются? Смарт вот эти вот что-то такое. Я говорю, ну, какой-нибудь такой средний. Ну, чтобы нос был короткий. И особенно, чтобы сзади не было вот этого длинного багажника. Ну, типа, как вот у меня был этот район двойка. Вообще была идеальная машина для меня. По любой дорожке проедет с любым этим. Камьоном разменется. Она малюсенькая такая. Я ее все вижу там впереди. Ну, вот такие вот у меня проблемы. Так вот я, друзья, водитель. И вы знаете, я хочу сказать, что вот после того, как я попала в аварию, я вообще... Потом несколько лет я водила. Я жила одна. У меня выхода не было. Я там сильно никуда-то там и не ездила. Но все равно я была намного моложе, понимаете. Что ж, сколько лет 18, наверное, прошло. Ой, короче, всякое, всякое бывало. Естественно, что... Когда ты на дороге, нужно хорошо себя чувствовать, уверенно. Иначе можешь и сам себе повредить. И создать ситуацию аварийную. У меня такая тетенька взрослая. И мне хочется, чтобы это было все как нужно. Поэтому сижу, завишу от мужа. Он меня... Благо, он меня возит везде, девочки. Вот. Вообще нет... Видите, не показал же вот поразить на этом. На кольце. Не показал, что будет делать этот... Круг в гротве. Круг в гротве, ну, то есть объезжаться и бесплатно разворачиваться. На кольце мой. Ну, как он включил поворотник. Ну, качается камера. Сегодня выключают. Так, вот еду тихонечко. Переключила вам камеру. Ну, так скажем, что для субботнего утра... Конечно же, люди... Сейчас будет жара. Люди сейчас все попутся в магазине, мне кажется. Посмотрим. Я же буду в Жанне казино. Мне еще муж дал часы ему батарейку поменять в часах. Тут такой маленький этот. Кольцевая маленькая. Пока на этой коробе развернешься, но я про свою машину. Вот. Здесь вот кортье такое. Вот сюда я езжу к доктору. Тоже никогда не запарковаться. Вот здесь вот направо маленькая парковочка. Вот она сейчас пустая, кстати. И вот прям напротив там мой этот лечащий доктор. Мой муж тоже туда же ходит. Маленькие идут маленькие. Вот эти кольцевые. Послушайте, не раскрутиться. Я еще немножко поехала в обрест по другой дороге. Потому что у нас там вот если поехать чуть-чуть покороче и поровнее. Хотя у нас тут ничего ровнее нет. Там у нас идет стройка. Ага, а он хочет заехать, это дядька. Он, видите, разворачивается. Здесь это только выезд. Вот отсюда я вот, если бы я сейчас подъехала к лаборатории на машине, то вот я отсюда бы только могла выехать. Здесь такой, знаете, этот, Сан Сюни. А он такой, слушайте, сунулся и давай разворачивается. И даже не смотрит, что ему там машина едет. Ну, люди же, мы же друг другу уступаем, конечно же, на дороге. Да, у нас здесь вот, у нас галочка моя приезжала. Она еще жила в Британии, приезжала со своим другом к нам. В гости. А вот они поехали вот сюда, вот от нас в Жиан-казино. А мы, значит, ждем на это, на обед. И нету, и нету, моя Галка. И нету, и нету, моей Галечки. И нету, и нету. Они здесь заблудились, представляете? Это вообще. Я говорю, я звоню, говорю, Гай, где ты? Она говорит, мы заблудились. Я говорю, да ты че? Она говорит, да. Представляете? Все, вот я здесь сейчас где-нибудь парканусь. Здесь вот я тоже всегда паркуюсь, моя хорошая. Когда езжу на... в город. Вы знаете, что я поеду сейчас? Там нету машины? Нету. Пойду тут у нас попустее будет. Я хочу потом переехать поближе, потому что мне надо будет это... Так как я буду делать курсы, я бы хотела поехать на крытый паркинг. Вот, смотрите, я тут одна такая теперь разъезжаю на паркинг. Да, вот здесь вот Жан Казино, у нас крытый парк. Вот такой паркинг, это вот все крыши, это все солнечные батареи. Они перестраивали, когда здесь большой магазин, это на Жан Казино. Они хорошенько это, и все перестроили одновременно. И теперь вот в магазин у них свет идет от этих солнечных батарей, ну и все, что там есть. Вот, а что я приехала, я пошла задавать анализ. И потом уже, оп, ручничок, передача. И потом я вернусь, возьму сумку, может быть, перепаркунусь поближе к магазину, потому что далековато. И пойду делать. Ну вот, моя хорошая, я затарилась. Господи, как это было сегодня долго. И нудно. Вы представляете, что они решили поменять местами все эти, все районы в магазине. Это просто, это просто какая-то жесть. А у меня же список, понимаете? Я уж тоже там не могу так просто уйти, если у меня это написано. Ой, как болтается телефон. Это будет ужасно, конечно. Но я не знаю, что мне делать. Наверное, придется мне это дело закончить. Еще здесь пока я, знаете, людей-то нету никого. Сейчас выведу, а потом-то это может быть опасно, если он у меня так будет болтаться. Что болтается, вообще непонятно. Вот, мои хорошие, короче, денег потратила, естественно. Ну, на это, наверное, надо было и рассчитывать, потому что... Ох, ох, ох. Потому что много чего мне нужно было. Я кое-что прикупила для дома, но очень мало для дома. В основном все для завтрашнего стола. Вот. Горчица появилась в магазине. Я купила две баночки горчицы. Одна не было цены, слушайте, знала бы, не брала ее. Аж почти 4 евро 250 граммовая такая-то стаканчик. Ужас. Ну, она там какая-то с медом. Ну, а в стаканчике, в таком, знаете, как я покупаю самую дешевую горчицу, обычную. Вот обычную горчицу. Французскую. Ну, взяла майонеза две банки. Ну, такие баночки, наверное, почем? По пол-литра, нет, не по пол-литра, по 300 граммов, наверное. Видите, какая у нас жара вообще ужас. Я тут немножко проветрила окна. Что там еще купила? Чипсов там купила на закуску, колбасок, копченок. Ну, таких сухих, типа, по-нашему, да? Дальше, что там? Чуть-чуть фруктов. Цены такие, вообще страшно, вы понимаете? Просто страшно. Я когда приехала на кассу и начала это все выкладывать, мне стало плохо. Думаю, ну, сейчас мне это впилит. Ну, ничего еще. А потом я получила посылку от Piero Rico. О, там у меня несколько уходовых средств. И я сегодня купила впервые. Я купила, девочка. Это такая, знаете... Ой, слушайте, такой шум вообще. Обалдеть. Надо включать этот... Как мне его включить? Я знаю. Кондиционер. Купила такой, знаете, как сыворотка. В таких вот бутылочках, по-моему, там по 30 миллилитров. Зато никого нету. Все сели обедать. Короче, такая сыворотка. Это протекция от ультрафиолетовых лучей для лица. То есть, там 30. Защита 30. Вы берете, наносите, как сыворотку, под крем. Под любой крем. Потому что вот у меня лично мой крем, которым я сейчас пользуюсь, там сыворотка... Там этот фильтр 15. Здесь у нас ограничение 50. 15. У Марисы вообще нету в креме защиты. А у нас такое солнце сейчас обалденное. Я ему говорю, давай купим эту сыворотку. И будем наносить под любой крем. Ну, 30 евро она стоит, конечно. И я там себе еще какой-то такой, ну, хорошей маркой купила. Какой-то крем, молоко. Такой для тела типа, знаете, увлажняющий. И там написано антиаж. То есть, противовозрастное. И какое-то ферменте, это как, ну, подтягивающее, если вы хотите. Написано там, для рук висящих. Для животов, ну, может, для груди, я не знаю. Мальчики, если вы меня слушаете, заткните уши. Ну, смотрите, какие у нас красивые сливы. Вот эти красные деревья. Их сажали при мне. Это были просто одни веточки. Просто одни веточки такие, знаете, тоненькие. Как они выросли, какие они красивые. Они к тому же еще и цветут. И я хотела у нашего зяца купить этот куст хотя бы один. Я все Марису говорила. Давай мы его выкопаем. Ночью приедем, выкопаем в один кустик, когда они еще маленькие были. Этот собочек с меня. А посмотрела, он стоит минимум 70 евро, если он такой, хотя бы будет, знаете, приблизительно такой уже, чтобы его посадили, можно было смотреть на него. А если такой вот, они были в таких ведерочках, таких, знаете, сантиметров по 50, в высоту эти кустики красные. Ну, слушайте, 35 или 38 евро я зажала денег, если честно. Вот. А каждый раз, когда езжу, я любуюсь. И каждый раз я говорю Марису, вот не послушал ты меня, вот мне это. Не выкоплю, он хохочет. Ну, знаешь, что я шучу, конечно. Ну что, у нас здесь везде камеры стоят. Это чревато нет, но я бы не посмела. Там где-то веточку сломать, да, конечно, можно там веточку сломать, там какую-нибудь маленькую там эту, стебелечек там дома, там водичку поставить, да. Это можно, а так нет. Что? Я такая, и в этом плане я очень правильно. Ого, у нас тут, слушайте, машина выезжает, машина навстречу, машина поворачивает на нашу дорогу. А вот она впереди, желтая такая машинка едет, да, это наш сосед. У него такая, как Мэгги увидит эту его желтую машину, она гавкает, она такая, вы знаете, такая, достаточно такая старинная у него. Вот такой, он как бы каблучок, но такой нерабочий. Ой-то, тот тоже едет, слушайте, вообще по краешку. У нас это, вот видите, какие травы, вот я говорила вам, когда я поехала, что у нас такие большие травы, вот на этих поворотах нифига не видно. Вот отсюда иногда так, как выскочит, послушайте, аж ты вздрогнешь. Вот, в магазине было очень много людей, и мне кажется, что люди едут пораньше сейчас, потому что раньше они выставляют масло растительное, там несколько бутылок там. И я там искала что-то, смотрю, на полке лежит одна бутылка масла подсолнечного, одна бутылка масла этого, рапсовое. Но рапсовое я никогда не покупаю, мне кажется, я его один раз пробовала, мне не понравилось. Вот, и это. И, короче, я взяла эту бутылку подсолнечного масла, еще нахапалась, надо уже прекращать, у меня уже, наверное, масло литров шесть этого подсолнечного. А я так вот, ну это я, потому что сейчас хлеб пикутать, я добавляю иногда. А так вообще, вы знаете, машина что-то ищет, вот эта голубая. А так я покупала, я не знаю, он нажалит, вот, 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 видите, что оно потело, она ищет, куда я могу повернуть, спрашиваю. А я с вами болтаю, так это, так он ищет, поздно показал поворот. И это, вот, вот, сейчас немножко использую масло, это растительное, потому что хлеб пикутать. А так я покупаю, ну вот, чтобы вас, вам не собрать, два литра в год, вот, одну бутылку за полгода там использую. У нас оливковое масло, и я на нём готовлю, хотя говорят, там это нехорошо на нём готовить, ну, я вообще, как бы, стараюсь меньше масла в готовку использовать, я мультиварку пользуюсь с удовольствием. Вот, вот, вот это. Так, вы приехали, я заворачиваю, и что хотела сказать, про масло, масло купила, взяла бутылочку, оно такое, по-моему, пол-литра, нет, не пол-литра, меньше, 250 калилитров. Масло это, как качается, собака моя этот чай, ореховое, из этого грецкого ореха, взяла одну бутылочку, баночки майонеза, ну короче, так как дурочка, но хотелось что хочу сказать, что мука у нас есть, во всяком случае белая мука и первый сорт есть, есть толпяная мука на Т80, сахара полно, причем разного, единственное что я не нашла, сахар это ванильное, ваниль, в килограммовый или полкилограммовый упаковки, очень-очень выгодно, вот и что-то я там еще не нашла, так остальное все абсолютно пока все есть абсолютно, все бумаги, все эти, как суполаны, все, все что нужно, вот сегодня горчицу тоже, там горчицу, такую там марки казино, там меньше двух евро баночка, ну она была только одного сорта, но она была, ну вот масло ведь они выставляют по утрам, и все, майонез был, причем ну нескольких видов, потому что весь подсолнечный масло, это же и майонез, поэтому друзья мои, я пошла, муж меня ждет, я ему три раза зазвонила, чтобы он уже огонь зажигал, мы будем сейчас мясо ягненко жарить, короче, ну жизнь продолжается, мне надо сейчас выгрузить сумки, это я ненавижу, конечно, всем пока, мои хорошие. Доброе утро, друзья, ой, кошка моя побежала, я иду принимать водные процедуры с утра, я сегодня зарядочку сделала, с резинкой и с палкой, а сейчас вот мне нужно накнуться, и сегодня у нас гости, вот, и я, смотрите, сейчас нырну вон туда, вода там такая, не представляете, она просто горячая, я решила, что перед душем я сначала в бассейн, а потом уже в душ. Кошка моя, кошка моя, кошка там моя, короче, мы тут, вот, Марис, тут стулья мыл, мы вон сняли это покрытие с этими бурбалочками, и водичка такая теплая, и вот мой первый завтрак у бассейна, вот с таким вот видом на гольф и у поля, короче, я сейчас буду балдеть вас провоцировать, ну простите меня, мои хорошие, прости. Так, ну что, сезон начинается, я сейчас буду делать первые водные процедуры, смотрите, о, хорошо, боже мой, все не знают, где стоит телефон, что там снимают, что нет. Друзья, вода, ну минимум 28 градусов, она настолько теплая, вы даже не представляете, представляете, какая я? Вот зараза я такая, буду сейчас пить кофе еще к тому же. О, божественно, это божественно, я вот такой сухарик привезла итальянский, с миндалем. Вот это так. Ну так что, пожелайте мне легкого дня, сегодня у нас будет много людей, 18 человек. Конечно, я уже в бассейн не залезу, дети будут купаться здесь, я буду только ухаживать за гостями, поэтому вот так. Ой, какая красота, боже мой! Теперь можно уже переходить и кодным процедурам, потому что есть над чем работать, старая ты вешала, Аллочка, Владимировна. Всем привет из Прованса. Вот и всё, я начала свой сезон. Боже мой, какое блаженство. Нет, утреннее купание в бассейне это красота. Смотрите, какие у меня колокольчики. Какое у нас сегодня утро прекрасное. Моя собака. Вот я сижу в бассейне, у меня собака не любит водичку. Я с ней поделилась сухариком, потому что я пью кофе прямо в бассейне. Послушайте, ну вообще здорово. Мария сейчас мне принесет тряпочку, буду вытирать бассейн тут чуть-чуть. Ммм. Балдёж полная. Погода прекрасная. Сегодня будет очень жарко. Вот и девчонкам всем сказала взять купальники. Поэтому, может быть, мы ещё и наше поколение тоже залезет в водичку попозже. Ой, как здорово, девочки, как здорово. И розы мои, видите, цветут. Вот я вчера насушила сухариков. Здесь три с половиной багета. До часу ночи сушила. Вот, будем намазывать топинаду. Потом там ещё что-то у нас есть на масочке. Ну, это вот девочки приедут, пусть намазывают своим мужчинам. Друзья, я показываю самый быстрый и вкусный очень салат. Такой, знаете, на антре. Антре – это как на закуску. Я открыла три баночки турецкого гороха консервированного и отсидела его, хорошенечко отсидела. Внимание! Посмотрите, всё вот это, я не знаю, есть слово специально для этого. Это не выбрасываем. Это я вылью обратно в баночку и поставлю в холодильник. И потом можно делать майонез и даже можно выпекать, делать выпечку. Смотрите, всё настолько просто, что даже смешно. Значит, добавляем это всё в какую-то нашу пиалку. Здесь нам понадобится лук свежий. Это у меня из сортов сладкого лука. Я его порежу на помощнице, потому что, ну, чтобы было помельче, потому что очень много лука не нужно будет перебивать. Вот, чеснок, прованские травы, кстати, я их вчера делала сама, как-то темновато, мне кажется. Соль цветочная, перец и оливковое масло – всё. Больше ничего не нужно. Это я сейчас всё добавлю в наш турецкий горох. Пашиш он у нас называется. Так, а как называется по-русски? Ну, вот турецкий горох я знаю уже хорошо. И всё, вы смотрите на очень мелкую, девочки, сеточку. Я прорежу сейчас. И он будет мелкий, он не будет очень сильно, он будет такую пикантность передавать этому салату. И он не будет выделяться, потому что, когда… Если у вас нет сладкого лука, можно и шалот. Лук поры нельзя. Вот, красный лук можно. Если у вас обычный лук, то вы его тогда замаринуете немножко, чтобы он горечь свою отдал. Вот, как мы делаем с сахаром, солью и кипятком заливаете, да? Уксуса немножко. Чтобы убрать лук, что-то куда-то попало. Не могу этого продавить. И всё, это всё у нас тоже такое. Всё, добавляем это в наш салат. Так, это я потом вычищу потом, чтобы вам не занимать время. Я прямо сейчас так в прямом эфире, так, даже перенесу камеру. Мы с вами сделаем этот прекрасный, очень вкусный салат. Все его любят. Я вот сейчас в холодильник его поставлю на несколько там минуточек, да? И всё. Вот самое главное, чтобы лук был порезан мелко, чтобы он не был большими кусками, и чтобы лук был сладкий. Иначе вы, ну как, не то, что вы испортите салат, он будет отдавать горечью, и это уже будет не то пальто. Дальше присаливаем. Здесь у меня соль с перцем из пеллета, но это не обязательно, это потому что я люблю. Вот я её сама делала. Немножечко соли. Проманские травы, которые я позавчера перебирала, тоже сама делала все. Перемешивала. Здесь у меня базилик, здесь у меня розмарин, орегано и чабрец. Салат, который вот с моего сада. Боже мой, особенно базилик такой запах дал, обалденный. Вот. Чесночок. Чесночок я добавляю, девочки, сухой. Потому что можно свежий, но тогда очень-очень мало, чтобы он как бы, ну, не был основным элементом. Всё, салат готов. Мы вот это перемешиваем, всё. И добавляем оливковое масло. Я ещё люблю добавлять масло из грецкого ореха, либо масло из лесного ореха. Вот что у вас есть. Девочки, можно подсолнечное масло. Но только очень осторожно, потому что оно очень сильное и нерафинированное. То есть есть же разная степень рафинации. Вот это у меня масло из грецкого ореха. Вот видите, буквально я несколько филе сделала. Этот салат, он берёт у нас масло. То есть вот тут, как бы тут одной ложечкой, да, вы сильно и не обойдётесь. Чуть вытащила бутылку с маслом. Здесь вот у меня, смотрите, есть это, розмарин был настоем. То есть сами мы добавляли розмаринчик. Всё. Но масло этот салат немножко берёт. Поэтому одной столовой ложкой вы не обойдётесь, он будет суховат. Поэтому я вот столько, ну сколько я здесь, может быть, 50 миллилитров добавила. И потом посмотрю, если нужно будет. Он сейчас постоит чуть-чуть, я сейчас плёночкой его закрою. Девочки, это очень вкусно, поверьте мне. И проще уже ничего не бывает. Вот так мы с вами сделали салат из турецкого гороха. Замечательно. Девочки, дорогие мои, некогда абсолютно снимать. Вот готовлю стол, никто ещё не приехал. Послушайте, мне кажется, сейчас все приедут, у нас ничего не готово. Розы невозможно срезать, розы отцветают все на коротких ножках. Поэтому я, ой, что-то у меня тут разбурилось. Поэтому я придумала сейчас дизайн, вам покажу. Представляете, это вообще розы не сохранились. 22 мая. Вот, поэтому я решила собрать лепестков, которые не успели упасть на землю. А ещё много розочек, которые не осыпают. Которые уже не срежешь в вазу. Но вот они ещё не осыпались. Поэтому я пошла и думаю, ну почему бы нет. Пускай у нас будет вот такой сет из роз. Правда же? Вот красиво. Так посерединочке, никому не мешает. Запад хороший, это лагуна. Ну вот так вот. Ничто нам не может помешать сделать красиво. Правда же? Вот такой вот у нас сегодня будет неожиданный дизайн. Ветра нет. Вот ветра нет, поэтому можно воспользоваться этим всем. А вот если бы был ветер, конечно бы не получилось ничего сделать. Вот сколько у меня муж нарядный. О! Что здесь были шеми за шире? О-ла-ла! Что ты делаешь сегодня? Сегодня у нас праздник роз. Он говорит, мы не обязательно ехать в Монако здесь, чтобы отпразднивать праздник роз. Но здесь он прав. Это для нас стол. Прямо откуда у меня взялись эти салфеточки розовые. Вот. И смотрите, вот это стол для детей. Тоже тут вот я им чуть-чуть украсила. Поэтому, ну что, бассейн готов, цветы готовы. Пойду я сделаю салат из куашиша, как же, из турецкого гороха. Он у меня отсадился из баночек. Смотрите, здесь у нас аперетив стоит. Вот. Не обещаю, друзья мои, что буду что-то снимать. Потому что, ну, собака ждет, кошка где-то тут прогуливалась. Там он зонтик, видите, для детей, как все хорошо. Зонтик так чуть-чуть наклонился. Мне кажется, я его головой зацепила. Вот. Так что, мы практически к празднику готовы. Но здесь очень много солнца. Я не знаю, как мы здесь будем это перейти, перенимать. Все пойдут туда, конечно. Розы отцветают прям вот вообще не до трон. Все отсыпается, все абсолютно. Еще два дня, и у нас бы этих роз не было. Все бы посыпалось. Ну, слушайте, праздновали бы под... как листопадом из розовых листочков. Тоже романтично. Так, ну, послушайте, мы тут только-только собираемся. Никак не усядемся там, где что. Марис тут нам уже это... Ну, смотрите, мне все, пожалуйста. Он просто историк. Шири, пожалуйста, пожалуйста. Я бы сказал, он фиралифия. Ты хочешь одних мужчин? Ну, давай. Я тебя заведю сейчас. Красавицы мои. Ну вот, все, мы начинаем свой праздник. Сейчас начинаем уже фото с розами. Розы среди роз. Розы среди роз. Розы среди роз. Розы среди роз. Один, с праздником роз. А, че ж я про фили. Да, да, да. Так, с праздником роз, друзья. Вчера был настоящий. О, сегодня еще более настоящий. короче вот все вы все с нами так ну что друзья мои позиции мои звездочки там стоят красивые да девочки ну все привет всем до следующего года если будем живы будем здоровые богатые Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok